Всем привет! Меня зовут Роман Сокутин, и это рубрика «Review кода». Сегодня мы будем разбирать проект ученика с курса C-Sharp Lite и нашего курса. То есть этот человек обучался с нуля, не умел вообще программировать, и сейчас вот дошел до такого уровня. Многие скажут, что я буду предвзят, или зачем обозревать своих учеников. Дело в том, что да, я буду отчасти предвзят, потому что они учились у нас, и у меня какой-то толерантность с ним, наверное, больше. Ну и я знаю подноготную, что все-таки человек с нуля, учится не так давно, прошел такой путь, и поэтому, в принципе, не имеет смысла как-то очень жестко критиковать. А также, в отличие от других «Review», которые были, где меня обвиняли в слишком большой агрессивности, я еще раз поясню свою позицию. Там были профессиональные программисты, которые взяли деньги за свою работу и готовы дальше брать деньги за свою работу, но при этом делали проект на «Отъебись», и денег своих абсолютно не стоили. Тогда я реагирую жестко. Ну и опять-таки, это отчасти некая сценическая, потому что нужно эмоционально доносить некие свои мысли, но все-таки там я увидел людей, которые требуют хорошие деньги за свой труд, и при этом не соответствуют абсолютно заявленным суммам. В данном случае это все-таки учебный проект. Почему я решился обозревать? Многие скажут, что это за рекламу, и не совсем так. Дело в том, что однажды я сидел пьяный в баре, мы обсуждали в общей беседе проекты наших учеников, и я такой, как круто, все, кто проект сделал, типа, бесплатное ревью вам будет. И наутро я понял, что, блин, теперь же ревью нужно делать, и просто предложил, типа, ребята, то хотите, давайте на YouTube, чтобы у меня было больше мотивации это сделать, и вам полезно, и нашим подписчикам, и зрителям, может, что-то новое узнают о коде. Давайте поговорим немножко об игре. В целом это довольно простой проект, но, конечно, не когда вы только научились программировать, когда вы только учитесь программировать, это кажется чем-то невероятным, космическим, я бы даже сказал. Насколько я понял, здесь можно выбрать кораблик, управлять им, летать, стрелять. Сделано это все крайне топорно, то есть с точки зрения механик игровых, в этом неудобно играть, абсолютно неинтересно, то есть игра не цепляет. То есть это именно такой проект от программиста. Собственно, можно уничтожать чужие кораблики, кораблики имеют простенький искусственный интеллект, то есть они летят к вам, пытаются вас атаковать. Также в игре присутствуют Трайд Стейшн, так называемые, то есть станции торговли, вы можете купить новый кораблик, можете улучшить или просто починить свой текущий. Насколько я понимаю, покупка корабля еще не реализована, потому что вкладка в торговой станции есть, но фактически вы, конечно, купить там ничего не можете. И по коду, насколько я помню, я тоже. А код я еще не смотрел, мы буквально будем с вами его смотреть, мы будем снимать с вами сливки, первые ощущения. Вот, соответственно, можно купить кораблик гипотетически, можно починить амуницию, также можно собирать ресурсы, уничтожая. Если вот эти вот метеориты уничтожать, то вы будете выбивать с них ресурсы, которые вы сможете в дальнейшем собрать. Также здесь есть функционал варпов, то есть можно летать в другие звездные системы, но фактически тоже все еще это не реализовано. Вот такой вот проектик, то есть многих он удивит, многих нет, но нас больше заинтересует код. Кодец, 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 кодец. Итак, давайте начнем с класса player. Первое, что мы можем в нем заметить, это то, что у нас base-up player – это некое хранилище данных игрока, то есть некая его модель, именно состояние, без переходов и так далее, просто состояние некое. Есть боезапас для турели и для missile, даже не вспомню, что это. Первое, когда у вас поля группируются по такому вот названию, например, timer current time, timer cooldown, timer step, то значит вам нужно вот эти три поля условных перенести в отдельный класс timer. Да, там будет просто cooldown, step и так далее. Или там у вас есть weapon, ballets weapon, cooldown и так далее. Это значит класс weapon, это не нужно где-то хранить. То есть такие префиксы, они выхаживают о том, что это некая группа, соответственно, группа должна размещаться в своем классе. Далее находятся ресурсы, и вот здесь такая вот неприятная вещь, такие вот свойства, которые, грубо говоря, для того, чтобы вам описать шесть несчастных полей, вам понадобилось 83 строчки, 93 строчки кода, что очевидно, это какой-то бред. Что тут, почему свойства именно такие? Во-первых, потому что нам нужен контракт, что нельзя значение помещать меньше нуля, то есть отрицательное. И сделано как? Если присваиваться значение меньше нуля, то ничего не происходит, хотя обычно, конечно, оно обрезается до нуля. Это неверно, то есть нужно либо кидать exception, либо все-таки обрезать, но лучше exception. Такое количество полей, свойств однообразных, это неправильно. Их нужно заменить либо на декларацию через тип уинт, что не всегда предпочтительно. Если юнити не умеет генерировать инспектор для уинт, нужно все равно найти решение. Например, выделить класс serializable, который бы мы использовали для структурку, или бы чуть-чуть подписать инспектор по do-in, то есть сделать какое-то решение, потому что вот это, это не годится никуда, то есть это просто многословие. Такое ощущение, что будут бесплатные буквы в нашей стране. В нашей стране ничего бесплатного не бывает, кроме пизделей. И тот вот. Я, например, запиздюли, даже деньги беру с людей. Далее. Здесь у нас есть все-таки некий метод, Awake, который создает игроку кораблик из строки, в которой описывается выбор корабля, то есть какой кораблик у игрока в текущий момент. Стоит ли размещать это здесь? В принципе, пока сложно сказать, никакой сложности с этим на данный момент нет. Соответственно, нужна ли тут фабрика? Я думаю, пока что нет. Единственное, я бы вот это выделил некий метод getPlayerShipByName, и возможно бы даже бы сделал это статическим методом класса PlayerShip. Но по сути, да, это будет у нас просто фабричный метод, по сути, такой статический, и мы бы его поместили именно в класс PlayerShip. То есть такую логику я бы туда перенес. Ну, это логично, да, PlayerShip, нам нужно его создать. Соответственно, мы бы либо сделали метод getTemplateByName, либо бы просто createByName, и там бы еще и происходил InstantEight. То есть это было бы логично. Меня беспокоит, что здесь боезапас почему-то описан для турельки и для миссл. При этом у нас есть также отдельно классы, которые описывают оружие, что как бы намекает, что оружие сделано изряд плохо, то есть у нас есть отдельно классы оружия, отдельно по всему коду прописаны отдельные ситуации для работы с каждым из оружия, каждый его боезапас, что неверно. То есть у нас уже нет, мы не обрабатываем оружие как некое множество, это уже каждый раз уникальный случай. Если мы посмотрим в класс трейдер, мы увидим примерно то же самое, что у нас есть. Мы можем покупать боезапасы, опять-таки цена боезапаса описана каждый раз уникально. При этом еще есть такая проблема, мы видим массив слайдеров и работа с ними происходит во-первых в апдейте, что некорректно, у слайдеров есть такое событие, как он ченит, и нужно он ченит, соответственно, все это пересчитывать. Ну и, конечно же, магические числа, то есть у нас, когда происходит настройка трейдера, можем совершить запросто ошибку, забыв, что в нулевом слайдере обязательно слайдер, сколько нам починить корабля, в первом слайдере обязательно сколько слайдер, количество патронов для турельки, а во втором слайдере количество патронов для миссл. И при этом у нас используются разные термины, где-то quantities, где-то shells, я уверен, где-то будет еще балец. То есть нужно унифицировать в данном случае термины. Также тут смешана непосредственно логика трейдера с UI, то есть у нас есть make transactions и UI. Это нужно разделить по-хорошему. Трейдер это будет некий make transaction и некий get total. То есть total это некая сумма, которую нужно заплатить. И UI про взаимодействие с этим, когда меняют слайдер, она формирует заказ, отправляет заказ на просчет трейдеру, трейдер выдает цену, мы ее визуализируем, когда нам нужно выполнить, мы соответственно совершаем транзакцию. Предварительно можно проверить, что действительно ли есть деньги на это. То есть если нет промежуточного контроллера, то в принципе можно и так. Хотя этим может заниматься и модель в данном случае этим и занимается. Соответственно, что еще, какие проблемы. У нас есть find object of type. Find object of type мы не используем, тем более в таких ситуациях, когда еще в методе мы его вставляем в каком-то. Почему? Потому что это размывает зависимости компонента. То есть нам сложнее становится понять, от чего зависит компонент, что ему нужно для корректной работы. В случае с вейком все еще не так страшно. Можем проверить прямо в вейке на null. Если player null, то, соответственно, кинуть exception и подсказать, что нужно разместить объект с компонента player. В случае с make transactions мы узнаем о том, что ошибка в системе в настройке сцены, только когда мы вызовем этот метод. Когда у нас только, например, функционал трейдинга от этого зависит, это проще. Мы каждый раз просто проверяем и такие, да, все окей. Но когда у нас система хит 20-30, мы уже не можем вручную все проверять каждый раз и велик шанс, что произойдет ошибка. То есть вместо этого мы предпочитаем сервала сфилды, в которых явно мы декларируем тип и в них назначаем вручную. Да, это геморно. Если вы устаете от такого гемора, вы используете TI-контейнеры, которые умеют это автоматизировать. Вы в условно-фасадном таком компоненте в инсталлерах назначаете все зависимости, которые у вас присутствуют в сцене. И в дальнейшем все это само пробрасывается, что гораздо удобнее. Ну и давайте перейдем. Мы не будем, наверное, все рассматривать, потому что слишком много времени на это уходит. Что можно похвалить? Можно похвалить стилистику кода, что действительно человек старается. Многие вещи сделаны аккуратненько, аккуратно названы, правильно названы, в аккуратной, правильной стилистике. Единственное свойство, конечно, должно быть не здесь. Хотя в этом есть определенная логика, но хотя нет, тут же свойство уже определено, total, значит, остальные тут должны быть. То есть первое, на что стоит обращать внимание, это, конечно, стилистику кода, потому что это первично, это дисциплина. Если вы не можете поддерживать хорошую стилистику, то вы не сможете, скорее всего, поддерживать хорошую архитектуру, потому что у вас нет дисциплины в простых вещах, откуда ее взяться в сложных. Поэтому, когда мы только берем людей с базовых курсов, мы в первую очередь на ревью обращаем внимание на стилистику, как только человек начинает работать в стиле, в котором у нас принято, начинает дисциплинированно его применять, мы начинаем работать над архитектурой. Если мы посмотрим на оружие, сразу видно ряд проблем, что у нас есть набор оружий, есть базовый класс, и при этом для, допустим, боезапас каждого оружия отдельно декларируется в плеере через поля, и в трейдере также у нас отдельно декларируется стоимость пополнения, что, конечно, очень неприятно. Если мы посмотрим на каждое из оружий, у нас есть лазер, турелька и миссл, наверное, это ракеты, нет? Мы можем сразу обратить внимание на виртуальные методы, которые мы оверайдим, и обратить внимание на метод Awake, который везде бесполезен, то есть это можно просто убрать. Также не стоит переопределять методы сообщения Unity. Это технически возможно, но чаще всего, если у нас есть какой-то базовый компонент, он, соответственно, общается с Unity, а производные компоненты, они как бы находятся в нем, то есть у нас другой уровень абстракции, и мы просто определяем в базовом компоненте абстрактные методы, вызываем их в методах сообщения Unity, а внутри производных компонентов, соответственно, мы определяем эти абстрактные методы. Тогда у нас пропадает и вейки, потому что для конкретного оружия уже и вейках такого не существует. И пропадает, ну, а вейки понятно, потому что они здесь в принципе неопределены и бессмысленны. Но у нас точно не будет метод апдейт называться. Почему? Потому что, если мы посмотрим, у каждого из оружий этот метод делает в принципе общие вещи. Он проверяет, может ли это оружие сейчас стрельнуть. тогда мы что делаем? Мы берем и определяем абстрактный метод selected или can shoot и внутри производных компонентов переопределяем. А, соответственно, в базовом апдейте мы производим эту проверку на can shoot и производим атаку. По поводу вот здесь что еще переопределять? Разные клавиши для атаки. Ну, опять-таки, это поле компонента. Это даже поле базовый вепен будет, потому что оно у всех общее. Какие-то еще вещи, их тоже можно обобщить. Поэтому подобная организация неверна, хотя бы еще потому, что у нас нарушается контракт. Мы у вепен всегда обязательно должен вызываться этот апдейт. А мы здесь это можем спокойно сломать, создать новое оружие и просто забыть, переопределить и все. Это как бы баги-баги. Метод атаки to attack он тоже полностью дублируется, бессмысленно причем дублируется. Обратите внимание, что он идентичен. Меняются только некие настройки. Как раз-таки меняется какой боезапас уменьшать из-за того, что, видимо, человек не смог как-то это решить вопрос, он просто продублировал весь метод. Хотя, понятно, тоже через абстрактные методы прекрасно решаются. У нас есть базовый attack или to attack. Ну, тут просто attack. Ну, тут скорее should, да, вы же никого не атакуете, вы просто стреляете, shoot, да, стреляете, и там создается prefab, проверяется. И есть два абстрактных метода. Допустим, hasBullet и reduceBullet. То есть проверить, есть ли выстрелы и снять выстрелы. И в таком случае, естественно, у нас появляется шаблонный метод, ну, такой шаблонный метод, в котором мы описываем общую стратегию, что создается такой-то projectile, а через абстрактные методы мы производным классом даем возможность определить, откуда и сколько снимать. То есть если у нас не унифицировано это. Но опять-таки, это мы пытаемся решить проблему, что у нас отделены пули от непосредственно оружия и отделены с помощью набора полей, что нам нужны какие-то методные селекторы, которые будут доставать их. Но в любом случае уже можно избавиться от этого дублирующегося кода. Но следующий шаг, очевидно, будет избавиться в целом от такой прямой декларации и разделять более мудро. И это можно сделать. То есть если вам нужно, то есть нужно думать фреймворками всегда, по методу solid.ocp, open-classed принцип, открыт для модификации, закрыт для изменений. То есть как сделать систему оружия такой, что я могу в любой момент добавить новое оружие, но при этом мне не нужно лазить по компонентам системы и добавлять, менять поля. То есть подумайте, как сделать фреймворк в данном случае. Что вот как-то, чтобы я, ладно, даже несколько компонентов я должен определить, но они должны вот лежать в одной папочке, я там создал несколько компонентов, которые определяют мое оружие, и они все в систему интегрированы, и все сгенерировалось, код под это подстроился. То есть не буквально код генерируется, а в смысле вот все там в UI-ке все добавил, добавляется автоматически, все вот работает, как надо. То есть как вот вы бы построили такую систему. то есть в целом, я говорю, код неплохой, стилистический, аккуратненький, но вот есть моменты. То есть, ну понятно, да, человек только пришел с базового курса, сколько он, два-три месяца учился, и, ну, мне кажется, для такого срока это просто отличнейшие результаты. если я прав, он работал с полного нуля, то есть до этого он программирования не знал, я считаю, это просто, ну, себя не похвалишь, никто не похвалит, но это хороший результат, действительно мощный. Я бы даже мог сказать, что в какой-то региональной студии разработки игр, если там будет хороший геймдизайнер, который будет исправлять косяки, ну, указывать корректно на косяки в геймплейных реализациях, то есть, что там, что так неправильно сделано, так, то человек будет очень полезен в студии, то есть даже на позиции джуниора, почему нет? То есть, поверьте, я знаю людей, которые называются мидл-программистами, даже сеньорами, которые пишут точно так же, и это сейчас вообще не шутки. У нас в комментариях к видео чаще всего приходят всякие, у меня там 6 лет опыта, я с высоты своего опыта скажу, что вот вы неправы в это, и человек там несет какой-то откровенный бред, и ты спрашиваешь у него, где он работал, его проект, и оказывается, что вот он, сеньор с шестилетним опытом, который пишет вот точно так же, и местами даже хуже, и пытается некомпетентно скрыть за тем, что вот работает же, значит нормально, ну, бог им судья. Соответственно, есть еще компоненты, единственное, что мне точно не нравится в том, как организован код, это повсеместное использование апдейта для обновления, то есть, например, вот здесь, имеет ли смысл обновлять UI здоровья, каждый кадр, нет, имеет смысл только, когда наносится урон, но это опять-таки, да, мы в программе C-Sharp не проходим делегаты событий, и в принципе, такой стиль программирования, поэтому люди немножко в нем и не разбираются, но если человек на нашей программе стажировки, то он очень быстро разберется. у нас на канале есть видео про делегаты события, скорее всего, я либо в комментариях, либо в описании оставлю ссылочку, сможете ознакомиться, в принципе, в чем прикол, почему нельзя делать в апдейте, и как это можно сделать лучше. Я думаю, на этом мы будем заканчивать, то есть, основные моменты мы рассмотрели, что есть оружие, и вот такая вот плохая реализация. Можно еще выделить какую-то систему, например, разобраться, в чем, как реализованы, например, различные типы, различные типы кораблей игрока, но думаю, остановимся сегодня на одной такой подсистеме, что вот оружие сделано вот так, и есть дублирующийся код, и размазано по системе. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что человек занимался по курсу Seasure Flight. Ссылочка будет в описании. Также в описании будет ссылочка на наш бесплатный курс по обучению разработки игр. На это все. Подписывайтесь на канал. На нем будет еще больше видео по программированию и разработке игр, и, конечно же, еще ревью. Субтитры создавал DimaTorzok